Всем привет! Давайте сегодня посмотрим основные события на декабрь для стихии огня. Тайм-код для каждого знака будет под видео. Посмотрим, что преподнесет нам декабрь. Итак, первый у нас получается овен. Так, основные события для знаков овена в декабрь. Основные события. Что будет происходить в декабре. Какие-то хорошие перемены, что-то интересное. Но я эти карты раскрою в конце. Что-то интересное, значимое для вас. То, о чем, может быть, вы мечтали, хотели, случится. Так, давайте посмотрим на профессиональную деятельность. То, что на работе для тех, кто трудится. А потом для тех, кто в поиске. Те, кто трудится. Ваш труд будет не напрасен. Он приведет к какому-то росту для вас. Очень значимому. Может быть, в будущем вы будете отмечены. И это вам пригодится. То есть, какой-то опыт вы накопите, который вам даст как в будущем старт. Работать будете с фанатизмом. Что-то вам будет нравиться. Может быть, даже сверх нормы. Будет, возможно, какой-то заключен договор. Организация из другого города, например. И придете к какому-то соглашению. Будете к этому готовиться или готовы. В любом случае, выходите вы на какой-то уровень. Те, кто ищет работу. Что вам подарит декабрь. Мечты, надежды. Вы знаете, может быть, вы строите какие-то планы на конкретную фирму. На конкретную организацию. И конкретно ищите. Вот я хочу работать тем-то, тем-то. То есть, здесь у вас будет удачный случай попасть на собеседование. Здесь у вас по судьбе будет удачная какая-то работа, предложена вам. Но вы должны быть к ней абсолютно готовы. Вот если вы мечтаете о какой-то должности, вы ее получите. Будете очень сильно радоваться. Праздник такой. Если вы, допустим, хотите реализовать себя через хобби. То здесь у вас будет возможность заявить о себе. Очень будет удачная возможность. И это будет справедливо, совершенно. Порадуйтесь. Давайте теперь посмотрим, что будет происходить на личном. Те, кто в паре. Что будет у вас? Какая, знаете, будет недомогка, связанная с детьми. Еще момент, когда вы поймете, что надо вместе с друг другом идти. Но именно как партнеры договариваться. Ты мне, я тебе. Будет момент какой-то сложный в паре у вас. Связанная с детьми. Но вы поймете, что надо договариваться. И быть больше партнерами. Не тянуть каждое одеяло на себя. То есть вы будете решать какие-то проблемы сообща. Некоторые, знаете, трансформация вам не поведет. Те, кто в одиночестве. Так, знакомства здесь никакого не будет. Вы как будто бы заняты у вас все мысли каким-то делом. Вы чем-то заняты. Может быть это какая-то работа. Или какую-то цель ставите. И целиком полностью занимаетесь этой целью. Вот ваше одиночество, оно вам во благо, чтобы строить, допустим, карьеру. Вы чем-то будете сильно увлечены. И все свое время тратить на эту цель. Здесь нету знакомства. Здесь нет чего-то нового. Здесь скорее человек от чего-то зависим. И должен что-то выполнить. Что-то сделать. У кого-то здесь может быть отношения рабские. Как будто кто-то у кого-то в рабстве. И не может отказаться. Как зависимость. Может быть человек поэтому и в одиночестве. Что не может кого-то забыть. И здесь в декабре вам надо понять. Надо ли вам это. Или может быть поставить точку. Потому что, может быть вы до сих пор кого-то не можете забыть. Но еще раз повторюсь. Плюс одиночества вам помощь. Для того, чтобы вы достигли каких-то высот. Решили какие-то значимые для себя вопросы. Может быть надо собраться. И начинать уже что-то активное решать. Вы должны лазры получить. В одиночестве. Встать, как говорится, на пьедестал. Так, что принесет декабрь. Декабрь. У кого-то здесь действительно надо попрощаться. С какими-то нереализованными отношениями. Уже поставить точку. Будет сделан выбор, что все, наверное, не будет человека ждать. У кого-то будет реально. Интересная встреча. Но здесь, знаете, как больше по работе. Вот деловая сфера здесь очень активна. Тут личная как-то так, в стороне. Здесь у человека в основном идет момент реализации себя через что-то, вот какое-то дело. Первое. Вам поможет какой-то человек, который как покажет вам выход. Вот вы не видите выхода, стоите, да, и ничего не получается. Какой-то человек вам даст подсказку или просто направит, поможет, толчок даст. И вы решите какую-то проблему, найдете прямо выход. Вы уже будете готовы. Еще момент. У вас будет какое-то семейное событие. Но вы как будто бы как-то вот или хотите, или не хотите. Как-то вот смотрите на это, думаете, надо мне, не надо. Что уходит, что неактуально. Неактуальны будут разговоры о денежной зависимости. Вообще, это уже будет вот это неактуально совершенно. Видимо, этот вопрос с деньгами вы решите. Еще неактуальны будут какие-то отношения либо с братом, либо с отцом, с каким-то значимым мужчиной по крови. Это будет уже неактуально. Поэтому здесь у нас идет семейное какое-то торжество. Может быть, вы не особо хотите из-за этого туда идти. Но это все равно наберете сил, придете как-то. И вот с этим мужчиной, может быть, уже договоритесь наконец-то. А с чем вы выходите на январь? Будут у вас деньги. Наконец-то у вас денежный вопрос начнет решаться. Появятся у вас деньги. Так, кто-то запланирует беременность, кто-то запланирует детей. Если в отношениях мы говорим про пару, да, будет такое, а может быть, давай, а может быть, начнем. Наоборот, давай подумаем, да, запланируем и когда-нибудь. Здесь у нас идет к январю больше семейное торжество и общение с родственниками. Здесь и дети, и папа, и мама, какая-то родня. Что-то будете действовать. Сам по себе месяц, он будет направлен на решение каких-то проблем. Вот эти карты говорят о том, что семейное торжество. А второе, кто-то вам даст толчок, подсказку о решении какой-то проблемы. И вы начнете уже понимать, как можно быстро эту проблему решить. Что-то будет с вами происходить по справедливости. Либо вы будете с кем-то действовать справедливо, либо с вами. Что-то по судьбе, что-то судьбоносное. Так, у нас идет Лев. Лев, что у вас будет происходить в декабре? Какие основные события? Давайте посмотрим, интересно ли. Основные события в декабре. Карты я озвучу в конце. Так, сначала посмотрим по работе. Те, кто трудятся, а потом те, кто у нас в поиске. Те, кто трудятся, что у вас будет происходить на работе? Неожиданно, совершенно придется, может быть, проявить какую-то выдержку, силу характера с мужчиной. Начальник может быть, подчиненный, но человек такой в авторитете у вас, совершенно неожиданно. Не ждали, как говорится, не гадали. У кого-то будет новое предложение, может быть, поработать в другом предприятии, в другом месте. Будете решать проблему, как, где, вот эти мелкие вопросы. И связанные то, что, как с деньгами, а что с деньгами, это тоже немаловажно. То есть, либо кто-то решает уходить, и тут же находится новая работа. Либо просто на работе что-то будет происходить, и вы работаете неожиданно. Какая-то должна быть людишка, связанная с мужчиной. Или, допустим, проявить себя со стороны лидера. Да, как вы решаете вопросы. Вообще, может вам быть предложено новое какое-то дело, новая, допустим, новая вакансия какая-то. Или на этом предприятии будете расти, предложение будет. Что-то значимое вы должны проявить в свой характер. Так, те, кто в поиске работает. Что будет в декабре? Ну, работу могут вам предложить, знаете, как-либо кому-то разовую на предприятиях, допустим. Ну, корпоративы там, знаю. Как это бывает, знаете, разовая, вот заработали, допустим, аниматорами. Ну, я так уже, как пример. То есть, какая-то разовая подработка у вас будет, именно связанная с праздниками. У кого-то здесь идет момент, работа будет предложена. Оно, работа с людьми. Ну, как будто она вам в тягость как-то будет тяжело даваться. Вроде бы и работаем, вроде и зарабатываем. А как будто так тяжело она дается. И либо не нравится она, либо просто, ну, не ваши условия труда. Как-то сложно. Так, что на личном? Что у нас будет происходить на личном? Сначала те, кто в паре. Те, кто в паре, что у вас? Происходить в декабре. Ой, что же будет происходить в декабре. Кто-то в вашей паре играет роли. То есть, не совсем открытый, не искренний. Кто-то в вашей паре всегда играет какие-то роли, маски. Причем так все переворачивает, якобы, во благо, все для нас. А на самом деле играет по каким-то своим странным правилам. А здесь между вами может проявиться какая-то некрасивая ситуация. Может кто-то из вас оказаться в дураках из-за денег. Либо неправильное распределение, либо будут потрачены какие-то деньги без ведома. Не готовы будете. Как-то по-дурацки. Но здесь кто-то манипулирует и играет по своим правилам. А кто-то в дураках. Ну, тут как-то играют важную роль деньги в ваших отношениях. Поэтому посмотрите, что происходит. Приглядитесь. То есть, кто-то манипулирует. Те, кто в одиночестве. Те, кто в одиночестве. Странно. Странно здесь. Странно. Что-то бесит. Что-то раздражает. Вы можете с собой какой-то найти. Договориться с самим собой. Что же вы хотите? Такое чувство, что вы сами не знаете, что, кого, зачем, для чего. Вам надо разобраться в себе. Второе. Будет интересная встреча. С человеком, который как хищник. Человек, он не то, что в плохом смысле хищник. А человек, который ставит цели, задачи и выполняет любым способом. Твердо стоит на ногах. Человек, который не нужна поддержка. Не нужна команда. Он действует сам. Он ставит цель и выполняет. Выбирает цель, достигает цель. Вот с таким человеком вы встретитесь. У вас будет очень романтичная встреча. Много обсуждений. Но если вы в эти отношения идете вот с этими тараканами, то вы можете затруднить вот это общение, вот эти отношения. Потому что это ваша проблема. Разберитесь со своими тараканами. Что вы вносите в эти отношения. Что вы предложите. Потому что палач, жертва. Вы не должны искать себе палача или жертву. Вот разберитесь со своими таракашками. Потому что встреча будет. И она очень будет романтичная. Возможно, со всеми вытекающими. Но главное, чтобы вы потом не разочаровались. Либо вас не разочаровались. Вот она и выпадает. У кого-то выпадает яркая, интересная встреча. И здесь как будто бы... Ну, не обойдешь ты мимо. Просто если есть решение, да, действуйте. Приглашайте на свидание. Если вас приглашают на свидание, не отказывайтесь. Здесь очень интересное знакомство. Что подарит декабрь? Что такое новое? Да, какой виток? Что интересное может подарить вам декабрь? Ну, здесь опять решаем вопрос, связанный с детьми. С детьми надо что-то там выяснить, какие-то проблемы, помочь детям, либо решить чьи-то детские проблемы. То есть будете выяснять, помогать. Может быть действительно конец года у кого-то выходят дети на сессию, у кого-то там, не знаю, в школе двойки, тройки. Будет все это на ваших плечах. Или вы просто нет понимания с детьми. Еще будет какой-то праздник корпоратив, либо вы не готовы к этому празднику, либо вы вообще, ну, не хочу, да, вот не надо мне этого. Какой-то праздник, либо, знаете, как праздники-празники, уже надоели эти праздники. Такое чувство, да сколько можно. А праздники как будто вам в тягость выпадают. А что уходит с декабрем, да, с декабрем что уходит? Ожидание какой-то, может быть, поездки, переезда. Ожидание вот этого переезда или поездки уже будет неактуально. Поменяется все. Еще найдете выход из какой-то тяжелой, тяжелой для вас ситуации. Найдете. Вот оно выпадает здесь, и оно же показывает вот здесь. Ситуация, в которой, может быть, вы зависели, не могли выйти, никак не могли найти выхода. В декабре найдете выход, и этот выход будет правильный, он вас порадует. Что-то вас очень порадует, и вы как будто бы вздохнете. Вот ситуация тяжелая, она уже уйдет вместе с декабрем, потому что найден будет выход. И как будто вы уже и потом об этом и даже и забудете. Неожиданно. С чем вы выходите на январь? У кого-то яркая любовь. Вот выпадают карты. Встреча, любовь, эмоции. И выбор, да, что же нам делать дальше. Будет несколько решений. Либо мы встречаемся, либо мы сходимся, либо мы женимся. То есть уже вот это вот как-то у вас стремительный будет какой-то роман. И будет приниматься решение, что мы делаем дальше. Неожиданно у кого-то момент, когда человек, с которым вы расстанетесь, это может быть друг или какие-то такие неактуальные отношения. Человек, который не может вас забыть. Вы как будто бы, вам все равно. Вот человек вас не может забыть. Может как-то там что-то сидеть, в детки надувать, и вообще вот все равно. Как-то ушло и ушло, расстались и расстались. Здесь момент яркой встречи, любовь, интересное такое событие, яркое, прям настоящее чувство. А у кого-то еще здесь момент, что мы уходим от какой-то сложной ситуации, находим решение, и оно нас очень радует. Смотрите, карта Луны. Кто-то уходит у нас по чистке от какой-то магии. Уходит какая-то магия. У кого-то может быть приворот. У кого-то здесь идут планы, планы. Строим какие-то иллюзии, такие прямо мечты, мечты. То есть у кого что, но в самом хорошем смысле здесь уходит какая-то у вас зависимость. И вы очень будете этому рады. Так, у нас идет стрелец. Событие декабря. Давайте посмотрим, что подает нам декабрь. Основные события декабря. Что будет происходить? Так, карты я эти озвучу в полной сфере. А сейчас давайте посмотрим, что у нас на профессиональной сфере. Сначала те, кто трудится, а потом те, кто ищет работу. Те, кто трудится, что на работе у вас будет происходить? Удачная, вообще очень удачная момент конкуренции, когда вы обходите своих конкурентов. Вот, очень удачно, и у вас начинается новый виток. Вы как будто обошли всех, и начался у вас новый виток, новое что-то. Может быть, вы проявили себя и станете, допустим, на ступеньку выше. Здесь исполняется какая-то надежда, планы. И это надолго. По судьбе, по справедливости, вы обходите всех своих конкурентов. Становитесь на ступеньку выше. Что-то значимое, интересное, какой-то новый виток приходит. Те, кто у нас не нашел еще работу, что будет происходить в декабре? Хочу сказать, что будет удачный шанс каким-то хитрым образом найти работу. Самая лучшая карта – карта успеха. На этой работе придется много-много пахать. И доказывать себя, свою правоту, отстаивать свою точку зрения. И здесь как будто надо будет доказывать. Я хочу сказать, либо вы на эту работу попадете какой-то хитростью с помощью какого-то обмана, либо работа будет связана с каким-то обманом. Будьте внимательны, но работу получите. У кого-то, если вы занимаетесь, допустим, блогеры, на дому работаете, или реализовываете себя через какие-то хобби, у вас будет реально шанс проявить себя, что-то вот прям заявить о себе. Либо через какую-то хитрость обман, либо что-то вот какое-то будет предложено вам, хитренькое такое. В любом случае пахать придется очень много. И доказывать, показывать, проявлять себя. На личном, что будет происходить? Сначала те, кто в отношениях, а потом те, кто в одиночестве. Те, кто в отношениях, что подарит нам декабрь. Какие-то разногласия у вас, связанные с какими-то документами, либо с какими-то... Вы знаете, будет у вас разногласия в отношениях, которые приведут к каким-то тяжелым испытаниям, тяжелые для вашей пары времена палач и жертва. Здесь еще момент, как будто вы не можете решить вопрос, связанный с недвижимостью. Один тянет на себя одно, другой другое. И для каждого из вас будут прям конкретные жесткие аргументы. Каждый к этому готовился, к этому разговору. И для вас это событие, выяснение, кто прав, будет как испытание касательно недвижимости. Может быть, кто-то хочет сделать ремонт, а кто-то считает, нет, давай пока не сейчас, давай деньги сэкономим. Кто-то, может быть, считает, что, может быть, нам пора взять в ипотеку. То есть что-то будете решать, у каждого свои аргументы, но для вас это будет как испытание, потому что не можете договориться. Карты говорят, что не переживайте. Не переживайте, потому что здесь ситуация как-то сама собой выпрямится тем, кто в одиночестве. Будет какое-то, знаете, здесь, да, вот здесь будет знакомство, но такое чувство, что здесь человек, как треугольник, не свободен. Надо вам, не надо, как говорится, зачем? Кто-то сразу откажется, потому что здесь выпадает человек, который не одинок. Хочешь ли быть ты моей любовницей? Или хочешь ли ты быть моим любовником? Здесь женщина, она как бы скажет, что я достойна большего. Она как бы отказывается от роли любовницы. Я знаю, что я хочу. Здесь человек, который смотрит, вот одинокий, да, я знаю, кого я хочу, я знаю, что я хочу, какие отношения я хочу. Вы как будто бы проявляете свой характер. Но вы человек реально готовый к семье. Здесь будет знакомство, либо здесь у вас будет человек, но с какими-то условиями, на условиях тайных, может быть, либо какие-то предложения будут, которые вас не устраивают. В общем, будете вы диктовать условия вот так. Как захотите, так и будет. Что подарит нам декабрь? Что приходит в декабре? Так, первое. А здесь момент, когда у нас будет здесь интересная встреча, но она будет не такая, как планировалось. Может быть, вы думали, да, что она будет такой, но на самом деле будете действовать, и все будет не так. Может быть, что-то будете, знаете, как ждать, выбирать. Вот как-то неторопливо строите планы-планы и действуйте по мере необходимости, как говорится, подстраиваться будете под ситуацию в декабре. Мама здесь у кого-то или сестра выпадает жертвой. То есть, будет себя вести на каком-то празднике, как жертва. Или плакать, или ныть, или призывать к совести, что вы про меня забыли, или там, помогите мне. Что-то мама начнет тут как-то, или сестра начнет как-то тут вот жертву, включит. Но вы как-то будете гибко себя вести, вы будете наблюдать, смотреть, но лишнего не дадите. Еще здесь основное событие, будьте внимательны, будет какой-то обман. Но я его увидела, обман это на работе. Поэтому уходите. Вот если вас заставляют участвовать в каком-то обмане, старайтесь уйти от этого. Потому что этот обман вас затянет, и будете, как, знаете, сообщником. Не отмажешься потом, как говорится. Что уходит вместе с декабрём? Что уходит вместе с декабрём? Какая-то ерунда. Какая-то, знаете, вот от чего-то откажетесь, и это будет мудрое решение. Вы будете понимать, что все, я сделал правильно, я сделала все правильно. Отказываетесь от чего-то, ставите точку. А у кого-то этот момент, что вы, вот видите, что вы правильно все делаете, и не захотите, чтобы вас сбивали с этого пути. Вот ваша мудрость, она правильно вас ведет, ваша мудрость, она вас правильно выводит. Не надо вас сбивать. Вы увидите себя, как, насколько вы мудрые. И все, и все, и больше никому не дадите себя сбить. Вы увидите себя с другой стороны. В какой-то из этих ситуаций вы на себя посмотрите с другой стороны, и увидите, что вы человек, который вот интуитивно все делает правильно. Вот все, что вы верите, у вас правильные ориентиры. Вы себя как-то со стороны увидите. И все, и здесь поставлена будет точка. Вы для себя что-то про себя же и решите. Еще момент будет заключен в какой-то мир. Заключен будет мир с женщиной, тяжело, с которой надо было вот разговаривать, либо тяжело было общаться, но мир будет. И здесь вы тоже с ней помиритесь, и поставлена на этом будет точка. С чем вы ходите на январь? Новые цели, новые задачи. Вы идете как танк. Вы на будущий год идете танком со своими уже планами, со своими целями. И вам уже пофиг. Конкуренты против, кто-то нравится, не нравится. Вы как танк прете. И потому что все, вы поняли для себя какую-то истину. У кого-то здесь приходит, и про этот обман известия, вы можете, знаете, как не ожидать. Но с другой стороны найдете выход. Здесь больше идет ваше эмоциональное состояние. Здесь событий, как таковых, мало. Но эти события маленькие, да, то есть их один, два, три события, немножко мало. Но они вас заставят, как будто бы, вот себя смобилизировать и начинать, как компьютер, принимать решение, что-то делать. У вас прям файлы начнут сходиться, вас очень трудно будет сбить. Карта одна из самых лучших. Карта солнца. Какое-то, знаете, радостное. Карта успеха приходит к вам. Еще у кого-то здесь выпадает крупная сумма денег. Либо, возможно, заработка. Кто-то, может быть, реально заключает какой-то договор. У кого-то реально пойдет, знаете, деньги пойдут в дом. Ликой потекутся какие-то деньги. Пойдут деньги, деньги, деньги. И вот будете думать, как поступить. Вот я сказала, да, разногласия в семье по поводу недвижимости. Может быть, кто-то захочет сделать ремонт. Может быть, купить дом. Но что-то будете вы об этом с супругой или с супругом думать. Поэтому здесь изобилие, деньги, радость. Что-то получается. Что-то поймете, наконец. Месяц будет очень для вас яркий, насыщенный. И действительно, возможность как-то перекроить свой бюджет. То есть здесь очень интересно. Ну, интересно, да, как проиграется. Пишите, если не лень, буду признательна за обратную связь. Потому что делаю расклады, не знаю, надо, не надо. Актуально, не актуально. Вот, хотя бы обратная связь дает, да, понимать, понимание, стоит оно того или нет. Потому что расклад длится по 30-40 минут. Не хотелось бы, чтобы это все было напрасно. Вот, мои хорошие. Вот такое у нас будет сегодня предсказание на декабрь. Посмотрим, что преподнесет. Ну, от себя, как обычно, вам желаю мира, любви и добра. Берегите себя, своих близких, свою любовь.